здравствуйте дорогие друзья приветствуем вас на канале делаем вместе своими руками с вами андрей и наталья у нас осталось немного ткани от предыдущих работ мы нарезали полоски из этих лоскутков и хотим собрать рисунок а также поделиться своими идеями как из полосок четырех разных расцветок ткани собрать различные варианты лоскутных блоков берем лоскуток хлопчатобумажной ткани шириной 10 сантиметров прикладываем его к разметке на коврике нас интересует разметка угла 45 градусов делаем отметку швейным мелком на лоскутке и берем следующий лоскуток вторая полоска у нас шириной 5 сантиметров прикладываем ее к первой полоске лицевой стороной и крепим булавками полоски крепим с таким расчетом чтобы разметка угла 45 градусов пересекала только небольшой край каждой последующей полоски что позволит нам значительно сэкономить материал закрепили полоску булавками берем следующий третья полоска у нас шириной 3 сантиметра делаем отметку мелком отметку мы делаем на случай если ткани сдвинуться в процессе крепления потом прикладываем третий лоскуток ко второму лицевой стороны к лицевой и тоже крепим булавками третью полоску зафиксировали берем четвертую она у нас той же ширины что и 2 5 сантиметров делаем отметку швейным мелком и прикрепляем четвертую полоску к 3 булавками скололи булавками между собой четыре полоски делаем следующую отметку швейным мелком и снова берем полоску шириной 10 сантиметров пятая полоска у нас точно из такого же материала что и первое крепим пятую к четвертой булавками хочу обратить ваше внимание на то что первая и последняя полоски должны быть достаточной ширины так как мы будем резать их под углом а потом в конце еще будем выравнивать лоскутный блок закрепили последний лоскуток булавками вот что у нас получилось все лоскутки закреплены со смещением под углом 45 градусов теперь мы прошьем все эти швы на швейной машинке прямой строчкой прошили швы прямой строчкой так как ткани у нас довольно тонкие мы решили сразу обработать края простым зигзагом чтобы ткани не осыпались теперь прогладим заготовку горячим утюгом прогладили заготовку утюгом для того чтобы получился красивый рисунок нужна вторая такая же заготовка но в зеркальном отображении чтобы ее сделать берем полоски такого же размера прикладываем их лицевой частью первой заготовки и скрепляем между собой булавками технология точно такая же как и с первой заготовкой просто чтобы не сбиться и не запутаться берем одну заготовку и делаем по ней вторую скололи вторую заготовку булавками по образцу вот что получается теперь вторую заготовку нужно прошить по примеру первой и прогладить утюгом когда мы разрежем заготовку под углом 45 градусов у нас получится зеркальное отображение рисунка чтобы было удобнее пришивать полоски друг к другу используем лапку с направляющей шинкой очень удобное приспособление собрали вторую заготовку и проутюжили ее смотрите что получается у первой заготовки наклон в одну сторону а у второй другую теперь берем первую заготовку и прикладываем к разметке на коврике чертим швейным мелком линию отреза и отрезаем кольцевым ножом лишнее отрезали размечаем мелком заготовку расстояние между линиями 6 сантиметров 6 сантиметров в данном случае вполне достаточно разметили прикладываем линейку и распускаем заготовку на полоске кольцевым ножом вот смотрите распустили на полоске первую заготовку убираем последний лоскуток он у нас тоже не пропадет потом пойдет в работу а пока будем показывать на одинаковых лоскутках для примера покажем что можно сделать из первой части рисунок складывается очень просто и быстро даже навскидку по моему получаются довольно симпатичные геометрические узоры теперь возьмем вторую заготовку и сделаем разметку по тому же принципу вот мы выполнили разметку второй заготовки но тут наклон под углом 45 градусов нас другую сторону теперь берем кольцевой нож и тоже распускаем вторую заготовку на лоскутки распустили заготовку на лоскутки убираем первый и последний коврик нам пока больше не понадобится поэтому убираем его в сторонку это у нас лоскутки от 2 заготовки а это от 1 с этим уже интереснее работать что-либо складывать вариантов рисунка намного больше и сам рисунок можно быть намного сложнее мы просто показываем принцип а как этот принцип применить вам подскажет ваша безграничная фантазия причем чем больше количество лоскутков тем может быть сложнее и разнообразнее рисунок мне лично это очень нравится за счет однотонных лоскутков середине рисунок на ткани не нужно стыковать в общем все это похоже на детскую игрушку калейдоскоп с цветными стеклышками внутри в которой любой поворот меняет всю картинку в целом мы сделали не сложный вариант рисунка берем каждый второй лоскуток и разворачиваем наоборот складываем лоскутки попарно и прошиваем прямой строчкой по краю строчку прокладываем в полу сантиметре от края ткани мы сшили лоскутки парами а потом прогладили их утюгом получилось 5 лоскутков теперь соберем 5 лоскутков между собой прошили и прогладили все лоскутки вот такой блок у нас получился нужно только выровнять края и обрезать лишнее кольцевым ножом вот такой лоскутный блок получился его можно использовать для создания множества интересных и стильных вещиц получившийся узор выглядит намного сложнее чем обычный лоскутный блок но при этом шьется довольно просто и быстро вот так блок выглядит с изнанки одни швы а на этом у нас все если вам нравится то что мы делаем подписывайтесь и пишите нам мы читаем все ваши комментарии всего вам доброго до свидания